Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня четвертая часть выживания в Майнкрафте Покет Эдишн. Собственно, сегодня наше выживание будет похоже на компьютер, потому что я установил патчи Windows 10. Это очень классно, но будет немного неудобно. Но в третьей серии я обещал, что мы будем строить дом, и сегодня мы это сделаем. Я наготовил довольно большое количество досок, и надеюсь, нам всего хватит. Ну, а здесь у нас переплавляется стекло, а здесь у нас переплавляется железо. Ну, собственно, друзья, чтобы переждать эту ночь, мы поспим, обязательно поспим, чтобы не было темно. И, собственно, мы легли очень классно, мы видим закат, и мы довольно классно спим. Ладно. Ну, все, друзья, вот и день, и мы сегодня прямо сейчас начинаем нашу постройку нашего классного домика. Так, нужно рассчитать место. Кстати, моя лошадка находится вот там, чтобы она никуда не сбежала. Кстати, хочу сказать сразу, чтобы, друзья, если кто-то... Так, упал в пещерку. Если кто-то знает крафт седла, точнее, седла, а поводка, напишите мне в комментарии, я обязательно прочитаю, потому что сейчас это будет очень полезно. Напишите, пожалуйста, друзья, я сейчас повторюсь, в комментарии те, кто знают крафт поводка. Это будет очень полезная информация, потому что мы его сделаем. Кожа у меня есть, если он, конечно, делается из кожи. Ну, я думаю, что он делает из кожи. Ну, собственно, делаем окошко. Вы уже, наверное, знаете, что я делаю за дом. Это у меня стандартный домик для меня. Он будет небольшим. Чтобы как раз всё у нас хватило. Ну, я думаю, досок у нас, конечно, хватит. Собственно, две двери будет, потому что так более удобно будет. Ну, собственно, травы нам не хватило. Так, чёртовый блок лаунчер. Только из-за шейдеров и из-за патчей я играю в этом блок лаунчере. Если не было бы шейдеров, то я вообще не бы не играл в этот блок лаунчер, друзья. Классно было бы, если шейдер устанавливаешь без всякого блок лаунчера. Но о таком нам только бы мечтать. Хотя вы знаете, что некоторые шейдеры устраивают сам Майнкрафт. Это, опять же, классно. А также, друзья, всем тем, кто умеет делать шейдеры, я вас прошу, можете мне скинуть или написать в ВКонтакте, друзья. Сделать шейдер, чтобы были только тени. Никакая там не сменяющая ночь, никакая там очень классная погода. Просто тупо тени. Никакое новое освещение. Потому что, да, вот такое освещение в шейдерах меня очень бесит. И я прошу вас, друзья, если кто умеет делать шейдеры, пожалуйста, сделайте шейдеры, которых будут только тени. Только тени. Я больше ничего другого не прошу. Ни новая атмосфера, ничего. Чтобы были тени. Не такие, как сейчас, а более-более пока. Ну, чтобы их более видно было. Ну, вы поняли, о чём я говорю. Ну, собственно, я надеюсь, такие люди найдутся. Те, кто смотрит видео. Хотя, может быть, такие люди не найдутся. Но, друзья, я прошу вас, сделайте такие шейдеры. Я пробовал что-то делать, что-то менять. Но в итоге у меня происходил кросс шейдеров. То есть, ничего не менялось. Я просто не понимаю, где что там находится. И вникать в это не хочу. Писал в гугле уроки, но ничего не находил. Он такой дурачок. И, собственно, ну, наверное, гуглный дурачок, наверное, всё же я. Но, друзья, я искал даже группы, и нигде ничего нет. Ну, я искал поверхностно. То есть, глубоко я не углублялся. И поэтому я больно не искал. Рендер, я знаю, что там есть какие-то штуки. Рендер. Ну, наверное, всего лишь один рендер вам понадобится. Потому что в одном этом родере всё делается. Я нашёл там надпись шандов, то есть, друзья, тени. Но ничего с ними сделать не смог. Ну, собственно, надеюсь, вы мне поможете. Мне не нужно никакого динамического освещения. Ни динамические ночи, ни блики, друзья. Ну, просто сделайте тени. Чтобы были тени. Ну, ладно, тогда вернёмся к выживанию. Собственно, мы уже, друзья, достроим домик. Интерфейс очень неудобный. Но эти циферки мне очень нравятся. Я хочу, чтобы их добавили в наш Майнкрафт. Это очень классно. Кстати, появились новости о новом Майнкрафте. В нём должны добавить новый интерфейс. Я не знаю, может, на наше устройство тоже добавить. Но, если я правильно понял, то их хотя добавить только на компьютер. А также в тортическом режиме добавили окно для поиска. Опять же, это может быть только для Windows 10. Но если его добавили, то, друзья, наш интерфейс полностью изменится. Он пойдёт в лучшую сторону. И вы увидите, на какой он будет хороший. Но я, честно, я не верю, что его добавят. Хотя могут, потому что скоро будет миникон. Это 22-го... Ой, 23-24 сентября. Может, даже 25-го где-то в этих числах будет миникон. После миникона нам выпустят новую версию. Также я, друзья, сразу ответил на свой вопрос, когда я когда-то спрашивал сам у себя. Может, даже я ответил на канале вопрос. А зачем же все разработчики, ну, прячут новости, что будет новое в Майнкрафте? Ну, друзья, собственно, сейчас я всем отвечу. Ну, зачем они делают? Потому что на миниконе им придется что-то показывать. Если они нам сейчас всё расскажут, то показывать быть нечего. Собственно, так делал бы любой нормальный, адекватный человек. Он бы сделал бы и ничего не показывал бы. Собственно, когда был миникон, друзья, то же самое происходило. Нам показали резко новые изменения. Показали ад, которого никто не ожидал. И, собственно, мы будем надеяться, что то же самое будет с новым Майнкрафтом. Нам покажут новый интерфейс. Покажут новых мобов. К примеру, полярного медведя. Эндермира, друзья, на него даже вы не надеетесь. Потому что вы делаете очень долго. И за такое маленькое время его даже не сделают. Хотя, друзья, нет. А делали 3 месяца. 3 месяца. Представьте себе, я выходил в новую версию. Поэтому не добавить интермира. Максимум добавить новых мобов. Новые вещи. Разноцветное стекло. Вот это могут 100% добавить. И я вот вас уверяю, что его могут и добавить. Оно будет, я так думаю. Ну, собственно, а вот насчёт других вещей, я даже не знаю. Какие ещё можно вещи добавить в наш Майнкрафт? Опять я упал в эту чёртову яму. Ладно. Собственно, загадывать о новом Майнкрафте мы, конечно, не будем. Потому что никто не знает, что они добавят. Они так сильно молчат. Я видел только новый интерфейс. Новое окно поиска. Ну, друзья, шанс того, что добавят новый интерфейс, равен 80%. Чему же, вы спросите, 80%. А потому что им нужно что-то показывать новенькое. И поэтому его запросто могут добавить. А он не такой же сложный, если с помощью патча Windows 10 мы можем делать вот такой интерфейс. Поэтому разработчикам это будет просто легко. То есть, друзья, на расплюнуть добавить такой интерфейс. И, конечно, вам придётся немного облегчить, потому что сейчас он очень сложный и неудобный. Ну, а также есть минусы. Ой, также есть и против. Почему же его не добавят? Его могут не давать, потому что Pocket Edition имеет собственный интерфейс, которого нет на компьютере и нет в Майнкрафте Windows 10. Поэтому его могут и оставить, потому что это эксклюзив для нашей мобильной версии. А вы, друзья, уже любите эксклюзив. Я знаю, что вы любите эксклюзив. Но все наши эксклюзивы уже убрали. Раньше была редиска, уже она есть на компьютере. Раньше были лодки с веслами, их теперь уже нет. Ну и раньше были дорожки, у жителей которых тоже раньше на компьютере не были. Но теперь уже это всё есть. И компьютерная версия в Pocket Edition уже давно переплюнула. Одним обновлением она добавила дорожки, лодки с веслами, редиску. И, друзья, собственно, все фишки нашего Майнкрафта уже ушли. И, собственно, мы теперь будем догонять только ПК. Ну, ПК догоним мы, наверное, лет через 10, да? Когда там уже у компьютера будет что-то ещё лучше. Будет новая графика, когда компьютеры будут мощные. У Майнкрафта ПК будут шейдеры. Ну, друзья, если честно, сейчас я жду немного другой. Я жду GTA 4. Я не знаю, когда она выйдет, друзья. Ну, я её просто жду на телефоне, потому что на компьютере уже GTA 5 приела. На телефоне прикольно будет играть в школе, к примеру. Ну, хотя к тому моменту, если выйдет GTA 4, уже выйдет GTA 6. Ну, будем смотреть, что вообще выйдет. Я не знаю, зачем я вообще завёл эту тему. Почему мы ушли от темы Майнкрафта. Ладно, ладно, друзья, вернёмся, вернёмся ко Майнкрафту. Собственно, выживание у нас, конечно, идёт хорошо. Но интерфейс совершенно неудобный. Ладно, в следующем выживании я его удалил. Также сегодня вы увидите обзор на больших мобах, да, друзья. Такие большие мобы. И, собственно, хочу сказать, что пятая часть выживания, да, пятая часть будет, мы будем выживать именно с этим модом. Это не мод, друзья, это текстурпак. Естественно, именно с ним мы будем выживать. Это будет классно, будет и правда что-то новенькое. Многие просят меня выживать с модами. Но я сразу отвечу, что если выйдет новая версия Майнкрафта, то некоторые моды не перенесут, и выживание наше может закончиться резко. Поэтому я этого и не хочу допускать. Ну и многие не хотят, чтобы выживание, опять же, где-нибудь прерывалось, и пришлось бы всё заново выживать. Поэтому моды установить не будем. Установим только этот текстурпак очень классный, который делает больших мобов. Будет свинка большая, будет большой крипер, будет большой паук. Будет забавно, потому что мы игра на сложном, и все эти мобы у нас точно попадутся в нашем мире. Собственно, уже прошло почти 10 минут. Ничего страшного, всё хорошо. Просто я не отсчитал время. Друзья, иногда я отсчитываю время специально. Ну и иногда я на бум просто угадываю. Да, бывает такое. Да, интерфейс очень неудобный. Да, друзья, это не компьютер. Это совершенно другое. Ни shift, ни control, ни alt, ничего такого у нас нет. Поэтому мы его обязательно выключим, потому что с ним просто неудобно играть. Ладно, и крафт тоже, друзья, сразу скажу, что очень неудобный. Что-то крафтить, что-то делать очень неудобно. Приходится раскладывать вещи на несколько штук, и не всегда они берутся в руки. Но вот поэтому это ещё один минус, почему такой интерфейс нам не добавить в мобильную версию. Это будет очень сложно. И, друзья, хотя могут, могут, я ещё расскажу, 80% за, 20% против. Хотя, каждый думает по-разному. Собственно, чтобы сделать сундук, мы потратили около минуты. Хотя, в обычной версии Майнкрафта, то есть, без всякого патча, мы могли его сделать за 3 секунды. Ну, а сейчас мы потратили просто уйма времени. И чтобы сложить вещи, мы опять же третим, тратим уйма времени, друзья. Ну, собственно, хочу сказать, что у нас довольно классное выживание. Богатое. У нас уже три печки. Домик очень классный получился. За него, друзья, обязательно ставим лайки. Ну, вот эта чёртова пещерка, мы в неё сходим. Хотя, она, наверное, небольшая. Но коровки здесь прямо уже часто ходят. Смотрю, свинка бегает. Ну, в эту пещеру мы упали два раза. Значит, значит, друзья, эта судьба сходить в неё. Ну, как видите, она вроде пустая. Ладно. Собственно, пещеру около нашего домика нам не надо, потому что там будут спавниться злые мобы. И спать они нам не будут давать. Собственно, лошадка пусть пока сидит. Сиди, лошадка. Ты пока мне не нужен. Да, наверное, это конь, не лошадка. Собственно, друзья, напишите обязательно крафт вот этого, друзья, штучки. То есть поводка. Я буду очень рад, если вы мне напишите, из чего делают. Я надеюсь, его делают из кожи. Я буду очень надеяться. Ну, собственно, вот на закате мы заканчиваем наше видео. Ставьте лайки, друзья. И не забывайте подписываться на канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok